добрый день вы смотрите интервью федерального издания ветеринарии жизни меня зовут юлия макеева а гости нашей студии доктор технических наук оксана александровна кузнецова директор федерального научного центра пищевых систем имени горбатого оксана александровна добрый день добрый день вот сегодня все очень много говорят про тему антимикробной резистентности ну понятно что есть штаммы которые устойчивы к антибиотикам проблема есть а как ее решать здесь вопрос должен решаться с двух сторон первая сторона медицинская и наверное это ответственность каждого человека перед собой потому что нельзя есть самому себе назначать антибиотики и пить антибиотики по любому поводу это должен сделать только врач и только по строгим медицинским показаниям потому что все мы прекрасно знаем что ситуацию когда он начался у нас коронавирус некоторые люди даже пили антибиотики для профилактики думали что ничего не будет а это даже поможет на самом деле вот как раз коронавирус нанес такой большой удар по антибиотик резистентности именно из-за того что было использовано много антибиотиков людьми сами себе назначенных второй вопрос это конечно же животноводство потому что животные тоже болеют и животным тоже выписывают антибиотики и здесь с точки зрения государства и надзора должна быть очень четко выстроена система контроля во первых какие антибиотики могут быть использованы для лечения животных методы определения этих антибиотиков и в биологических жидкостях животного и в пищевой продукции и конечно же строгий контроль за обращением с большой ответственностью для тех кто нарушает правила обращения антибиотиков и вот как раз животноводстве насколько может помочь система прослеживаемости вот именно система идентификации учета системы животных это первый шаг прослеживается потому что если мы говорим про продукты животного происхождения если животное не идентифицирована еще на стадии там рождения и выращивания то дальше говорить о безопасности в готовой продукции достаточно сложно потому что это связано с вопросами использованных антибиотиков других ветеринарных средств это связано с вопросами даже легальности, потому что очень важно подтвердить из какого региона пришло к нам животное, какой у него статус по ветеринарному благополучию, на какие продукты мы его можем в дальнейшем использовать после убоя. То есть эта система прослеживания нам как раз помогает проследить всю эту цепочку и уже на входе на убойный цех, на мясопереработку иметь информацию о том, как правильно с этим животным обращаться, быть уверены, что оно действительно легально, оно прошло и находится под ветеринарным надзором. Вот есть исследование Уральского аграрного университета о том, что ученые обследовали птицеводческие, животноводческие фермы и выяснили, что порядка 70 процентов ферм используют антибиотики. Но есть еще такое утверждение, что фермеры порой не знают, что они используют антибиотики, которые содержатся в кормах. Есть такая проблема? Да, проблема нахождения антибиотиков в кормах есть. Зачастую фермеры особенно не могут правильно наладить входной контроль кормов, потому что они доверяют производителю и не имеют там или средств, или возможности исследовать эти корма в лабораториях, потому что, конечно, исследованные антибиотики достаточно дорогостоящие. И зачастую недобросовестные производители кормов могут не декларировать, то есть не писать в документах о том, что в корм добавлены антибиотики. И, соответственно, так они тоже помогают животным. Но однозначно антибиотики для выращивания животных, для наращивания массы должны быть запрещены полностью. Но они не запрещены в России. Да, да, да. Ну, просто многие думают, что запрет есть, что мы будем использовать. То есть это в том числе должна быть ответственность производителей животных. Но это надо жестко пресекать. Да, совершенно точно. А какая должна быть альтернатива антибиотикам? Первое – это, конечно же, соблюдение биологических требований к биологической безопасности в местах выращивания животных. К сожалению, у нас очень многие этим пренебрегают и думают, что они смогут дальше как-то безопасность животных обеспечить медикаментозными средствами или ещё как-то. Но биобезопасность никто-то не отменял. Правила посещения фермы, правила содержания животных, удаление обращения с водой, удаление навоза и так далее и тому подобное – это как бы истинно прописные, но тем не менее они не всегда соблюдаются. Но плюс сейчас различные есть средства, не антибиотики. Пребиотики, да? Вакцины, которые помогают также обеспечивать безопасность животных. Вот вы сказали как-то, что есть уже микроорганизмы устойчивы к дезинфицирующим средствам. В эпоху ковида это как бы очень актуально. Как с этим бороться? Ну для этого, во-первых, их надо изучать, потому что о том, что микроорганизмы стали устойчивы к дезинфицирующим средствам. Да, мы часто меняли это средство, понимая, что микроорганизмы могут привыкать. Но сейчас, глубоко изучая этот вопрос, мы поняли, что ряд микроорганизмов начинает обладать суперустойчивостью, то есть даже смена линейки ДЭС-средств не помогает с ними побороться. То есть в первую очередь должны быть разработаны методы исследования устойчивости микроорганизмов именно к дезинфицирующим средствам, а их много, и там разные химические начала. И во-вторых, конечно же, соблюдение температурного режима на производстве, соблюдение гигиены. То есть если у вас навалено мясо, и оно лежит там полдня, говорить о том, что у вас хорошая санитария, и у вас не образуется консорция у микроорганизмов патогенных и влияющих на срок годности не приходится. То есть чёткое выстраивание процесса соблюдения температурного режима и гигиены со стороны персонала – это вот ключевые факторы, которые помогают бороться с микроорганизмами на производстве. Но это вот тот вопрос, когда микроорганизмы образуют биоплёнку, да? Да, в том числе. В том числе. Это явление было известно медикам, когда микроорганизмы, прикрепляясь на поверхности, могут образовывать химические вещества, которые строят вокруг них такую защитную капсулу. И они живут в этой такой многоквартирной защитной капсуле, и химические вещества дезинфицирующего средства не могут проникнуть сквозь эту капсулу и, соответственно, не могут повредить микроорганизмов, уничтожить их. То есть мы думаем, что визуально у нас поверхность чистая, мы её обработали химическими средствами, и у нас как бы свершилась дезинфекция. На самом деле под этой биоплёнкой совершенно нормально продолжают жить микроорганизмы, в том числе и патогены, и листерис, и лимонеллы. И в дальнейшем они выходят, они могут выходить из этой капсулы, соответственно, контаминируя наш продукт, заражая наш продукт. Мы сейчас разрабатываем методы борьбы, во-первых, с образованием этих плёнок, чтобы не образовывали микробы-капсулы, а во-вторых, чтобы были способы разрушения этих капсул. Но проблема сильная, потому что микробы, даже несколько видов, могут объединяться под этой плёнкой и помогать друг другу выживать. То есть даже микробы для того, чтобы выжить, способны на объединение. Ничего себе. Ну ещё, кстати, об инновациях. Сейчас в растительном мясе много говорят, есть искусственное, есть культивируемое мясо. Вообще, какие перспективы считаете у этого продукта на рынке российских? Да, если говорить про Россию и растительное мясо, я думаю, что это будет небольшая линейка, скажем так, модных продуктов для разнообразия. Но Россия никогда не уйдёт от традиционного мяса, потому что всё-таки многие народы, населяющие Россию, идентифицируют себя через мясо, через скотоводство. И сказать, допустим, людям на Кавказе или в Бурятии или ещё где-то, вы должны отказаться от мяса, или тем же линеводам север, вы должны отказаться от мяса и перейти на растительную пищу. Я думаю, что этого не произойдёт. Да, это, наверное, явление крупных городов, и то оно сейчас на таком хайпе, но потом оно пойдёт на спад, скорее всего. Я не думаю, что у растительного мяса есть возможность заменить настоящее. Ну а что будет, например, если человек откажется от обычного мяса в пользу растительного? У него будет несбалансированность по микро-макроэлементному составу, потому что всем известно, что мясо содержит органическое железо, содержит ряд витаминов и микро-макроэлементов, которые усваиваются лучше всего организмом. И мы не можем получить аналоги из растительных продуктов. Мы должны дополнительно пить различные БАДы для того, чтобы получить сбалансированный состав. То есть у вас выбор – или съесть кусок мяса и получить сразу все эти компоненты, или съесть что-то растительное, но плюс к этому ещё надо добирать витаминами, БАДами и чем-то ещё. И, конечно, под контролем врача, потому что иначе вы не будете знать, от чего вам не хватает. И к традиционному мясу вернёмся – свинина, говядина или курица. Некоторые отказываются от свинины в пользу курицы. Правильно ли они делают? На самом деле нет. Каждое мясо имеет свою пользу и свою особенность влияния на организм. Если мы берём свинину, она содержит комплекс тех же микро-макроэлементов, которые не содержат стальные виды мяса, жирные кислоты, которые также содержатся в свинее, ненужные человеческому организму. Потому что наш организм всё-таки всеяден, и мы эволюционно получаем из пищи все компоненты, которые нам необходимы. Как только мы резко исключаем из своего рациона какой-то компонент, организм начинает это компенсировать за счёт каких-то своих внутренних резервов, но эта компенсация не может быть долгого, то есть он начинается где-то сбоить. Соответственно, надо чем-то это восполнять. Поэтому сказать, что птица, баранина, свинина, говядина – что-то лучше, нет. Каждое мясо здесь, наверное, зависит от того, что вы предпочитаете, потому что всё-таки вкусовые особенности разные. Ну, нельзя отказываться в пользу какого-то много питания. То есть оно должно быть сбалансированным, и свинина присутствует у курица таким образом. И ещё совет такой потребительский. Как выбрать мясо, допустим, в магазине, на рынке? Есть, может, какой-то тест свежести? Да, есть тест свежести. Сейчас, конечно, мясо у нас в основном идёт в упакованном виде, но если у вас достаточно мягкая упаковка, вы можете, все знают, я думаю, этот тест, нажать пальцем, и в зависимости от того, как быстро выровняется ямка, вы можете говорить о том, свежее мясо или нет. Ямка должна быстро выровняться. Конечно, если у вас мясо открытое, вы можете его понюхать. Оно должно иметь такой приятный сладковатый запах без посторонних гнилостей и так далее. Конечно, поверхность должна быть сухая, не должно быть слизи. Но это уже крайний случай, когда у нас уже мясо, конечно, поддерживалось микробиологической порче. Но здесь, наверное, очень важно дать потребителям совет. Пользуйтесь термосумками. Если вы купили мясо, если вы купили полуфабрикаты, нельзя нарушать так называемую холодильную цепь. Мясо хранится при температуре, если мы говорим, там, мясо или полуфабрикаты, плюс 4, плюс 6 градусов. Да, там, возможно, повышение до 8 градусов. Но как только вы превысили или надолго эту температуру исказили, у вас начинают быстро идти процессы порчи. И вы даже можете его принести через 2 часа и положить в холодильник, но у вас уже не будет того срока годности, который завел производитель. Поэтому всех призываем не нарушать холодильную цепь, которую построил производитель, логистическая компания и магазин. Ее продолжить. И пользоваться термосумками, когда вы идете покупать охлажденное мясо и охлажденный полуфабрикат. Спасибо большое. А я напоминаю, что гостья нашей студии доктор технических наук Оксана Александровна Кузнецова, директор Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова. Продолжение следует...